Приветствуем вас на программе Эндрю Вомука Истина Евангелия. Цель его служения донести до людей вести о Божьей безусловной любви и благодати. Теперь давайте послушаем Эндрю. Добро пожаловать на программу Истины Евангелия. Сегодня понедельник. В течение недели мы будем говорить о крещении Святым Духом. Эта тема очень близка моему сердцу. Я родился свыше, когда мне было 8 лет. Да, моя жизнь изменилась. Реакция была незамедлительной. На следующий день в школе друзья спрашивали, что с тобой случилось? Они видели, что я изменился. Так что меня это событие изменило. И в том, что касается моей вечной судьбы, я верю, что рождение было своего рода отправной точкой, точкой входа во все остальное, что я сегодня имею в моей жизни. Это то, что меня изменило. Нет, я вовсе не хочу принятить факт рождения свыше, его ценность. Это действительно изменило мою жизнь, хотя мне было еще всего 8 лет. Но когда я принял крещение Святым Духом, мне было 18, когда я заговорил на иных языках. Мне было около 21. И это противоречит убеждениям некоторых людей. Они верят, что ты не принял крещение Святым Духом, пока ты не заговорил на языках. Мы будем говорить об этом больше в рамках этого учения. Но именно когда я принял крещение Святым Духом, моя жизнь изменилась внешне. Я верю, что я родился свыше и изменился изнутри, став новым творением изнутри. Но Иисус сказал в Деяниях первой главе, вы примете силу, когда садет на вас Дух Святой. Сила жить христианской жизнью связана со Святым Духом. Христианской жизнью не просто трудно жить. Это совершенно невозможно. Вы не предназначены жить для Бога своими силами. Вместо этого нам нужно прийти к Господу и просто опустошить себя и сказать, Боже, я полностью завишу от Тебя. И когда Святой Дух садет на вас, вы получите особую силу помазания от Бога, чтобы жить для Бога за гранью своих возможностей. Чтобы по-настоящему жить христианской жизнью, когда ты подставляешь другую щеку, когда благословляешь вместо проклятия, когда тебя преследуют, ты благословляешь и кормишь врагов. Этого нет в человеческой природе, потому что вы сами не таковы, вы не можете так жить. И некоторые из вас сильно разочарованы. Вы стараетесь таким образом жить, вы пытаетесь подставлять щеку, но это настолько тяжело, и вы спрашиваете, как я смогу это сделать. Вам нужно крещение Святым Духом. Вам нужна эта сила обличения свыше, когда Святой Дух дает вам силы делать то, что для вас невозможно. Знаете, именно это произошло со мной, когда я испытал крещение Святым Духом. Через 10 лет после того, как я родился свыше, да, моя жизнь перевернулась мгновенно. Она преобразилась. Я стал буквально сумасшедшим фанатиком для Бога. Моя любовь к Богу била через край. Слово Божье ожило. Каждый раз, когда я его открывал, Бог практически кричал в мое сердце, говорил со стороны Библии. Я начал понимать духовные истины. Тут же я начал видеть чудеса. Я мог бы много говорить на эту тему. Я был воспитан в той среде, где учили, что Бог умер с апостолами, что чудеса происходили вплоть до времен апостолов. Когда умер последний апостол, чудеса больше не происходят. Так меня научили. Так что с моей позиции меня наставляли, что чудес сегодня не бывает, и ни о чем таком ты молиться даже не можешь. Но когда я принял крещение Святым Духом, я тут же начал видеть чудеса. Я видел, как слепые прозревают, глухие слышат. Я начал видеть чудеса, я видел, как мертвые воскресают. Бог стал говорить мне, вести меня, направлять меня, делать для меня то, что не произошло бы, если бы я не слышал от Бога. Это было сверхъестественно. И все это происходило Духом Святым. Библия говорит, не воинствами, не силою, но Духом Моим, говорит Господь. И так должно быть. Духом Святым мы должны двигаться и одерживать победу. Если у вас нет крещения Святым Духом, я говорю вам, это одна из тех самых причин, почему вы разочарованы, почему с вами не происходит всех этих чудес и благословений. По моему опыту, крещение Святым Духом больше изменило меня извне, чем рождение свыше, что касается моего опыта. К сожалению, сегодня люди берут истины Божьего Слова, расчленяют их на категории. В теле Христовом есть много тех, кто утверждает, да, пусть люди рождаются свыше, ведь только это и важно. Все с этим согласны. Так что давайте просто проповедовать прощение грехов. Но когда дело доходит до крещения Святым Духом, говорения на языках, чудес, водительство Божьего, слышание голоса Божьего, хождение в дарах Святого Духа, люди говорят, это все дополнение, все это дополнительно, не будем об этом говорить, а то кого-нибудь обидим. Поэтому есть люди, которые слышали о спасении и рождены свыше, но они не слышали о крещении Святым Духом, и поэтому они его не имеют. И они живут в разочаровании, пытаясь жить этой жизнью своими силами и возможностями. Но Бог не говорил нам так поступать. И еще я сейчас делаю некоторое введение к тому, что я буду освещать на этой неделе, но есть многие в теле Христовом, кто проповедуют прощение грехов, и они проповедуют, что ты уже, когда принял спасение, что нет второй встречи с Господом. Они не верят, что говорение на языках это часть действия Святого Духа. Или есть, конечно, разные вариации, некоторые скажут, ну ты можешь говорить языками, но не все же говорят. Другие полностью отрицают это явление. Говорят, я получил крещение Духом, но я не говорю на языках, и вообще это не для нас. Есть некоторые в теле Христовом, кто прямо проповедует, что говорение на языках от дьявола. Но Библия говорит первым коринфянам, не запрещайте говорить языками. А эти люди запрещают. Абсолютно в противовес тому, что Библия говорит. Знаете, это случилось, когда я был пастором церкви в городе Чилдерсе, штат Техас. Я однажды красил дом одной женщины, чтобы таким образом подработать. Эта дама посещала первую баптистскую церковь. Я разговаривал с ней о Господе, свидетельствовал ей и все такое. И я пробыл там пару недель, и в это время мы много говорили о Господе. Я ей очень понравился. Она слышала, что я был воспитан в баптистской среде, но ушел из баптистской церкви и стал пастором в другой церкви. Как мы говорим, церковь исполнена Духом. Мы говорили и об этом, и как-то она спросила, почему же вы оставили баптистскую церковь? Нам в баптистской церкви нужны такие молодые люди, как вы. Я сказал, ну, я принял крещение Святым Духом, и меня попросили уйти. Выставили меня вон. Она говорит, и вы имеете в виду говорение на языках? И я сказал, да, это одно из проявлений, конечно, не все. Сказал ей, да, я говорю на языках, и когда я начал это делать, мне сказали, что это не приветствуется в церкви. И она говорит, ну, тогда вас бы из моей церкви выставили бы. Когда она так сказала, я открыл Первое Послание Коринфянам, где говорится, не запрещайте говорить языками. Я говорю, вот здесь, говорится, не запрещайте говорить языками. Как вы можете такое говорить? И она мне ответила с лицом серьезным, как инфаркт. Она сказала, ну, в Библии есть много такого, чему мы не верим. Когда она так сказала, я только развел руками, как можно достучаться до человека, который признает, что то, во что он верит, противоположное слово, ну, ничего страшного. Так уж я призван, это моя традиция. Я буду ее придерживаться. В теле Христова много таких. Они не дают Библии мешать тому, во что они верят. Они верят во что-то, какая разница, что там Библия говорит. Меня так научили, и все тут. Если вы такой человек, я ничем не могу вам помочь. Но если вы хотя бы формально говорите, да, я верю Библии, а при этом запрещаете говорить на языках и проповедуйте, что это от дьявола, или что этого вообще не должно быть. Я помогу вам, если вы будете слушать, о чем я буду проповедовать. Я покажу вам стихи из Писания, которые доказывают, что крещение Святым Духом действовано для нас сегодня. Это не одно и то же, что и рождение свыше. Эти два события могут разделять месяцы, минуты или года. Но это два разных переживания. Крещение Святым Духом отличается от принятия спасения. Говорение иными языками и другие дары проявления Святого Духа. Все это часть Святого Духа, все это действует для нас сегодня. Знаете, я попросил моих сотрудников показать мне некоторые блоги. Их пишут сотни людей в интернете, пишут обо мне. И там полно негативных комментариев. Я прочитал несколько из них для примера. Они начинают с хорошего, что вот Эндрю, он не такой, как некоторые, которые манипулируют и только хотят выжать из вас деньги. Он раздает бесплатные материалы. Но те, кто выступают против меня, обычно в этом они расходятся. Потому что я верю в говорение на языках и крещение Святым Духом, как отдельные события от первоначального рождения свыше. Из этого эти люди говорят, он от дьявола, это секта и все такое. Да, в теле Христовом есть те, чьи взгляды диаметрально противоположны к этому. И тем не менее, я покажу вам и слово, что Слово Божие говорит на эту тему. Давайте откроем Иоанна 20 главу. Событие это происходит после того, как Иисус воскрес из мертвых. Он явился ученикам. И вот что он говорит им в Иоанна 20 главе, 21 стихе. Иисус же сказал им вторично, мир вам, как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Итак, Иисус воскрес из мертвых. Помните, Писание говорит в Римлянам 10 главе, 9 стихе, «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Эти люди верили, что Иисус воскрес из мертвых, потому что они Его видели, и они Ему поклонялись и исповедовали Его как своего Господа. Несколькими стихами ниже, Фома в 28 стихе говорит, «Господь мой и Бог мой», то есть Он исповедовал Иисуса как Господа, Он верил, что Он воскрес из мертвых. Эти люди были рождены свыше. Он дунул на них и сказал им, «Принять Духа Святого». Но потом Он сказал им в 1 главе Деяния, в 4 стихе. Он говорит в 4 стихе, «Собрав их». Это та же группа людей, просто другая книга, но здесь все последовательно. Те же самые события, после того, как Иисус воскрес из мертвых, после событий 20 главе Иоанна, незадолго до того, как Он вознесся на небо. Это Его последние слова ученикам. «Собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Теперь совместите эти два эпизода. В 20 главе Иоанна Он дунул на них и сказал, «Примите Духа Святого». А здесь Он говорит, «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Итак, здесь Он говорит об отдельном, втором переживании. Ученики в 20 главе Иоанна были рождены свыше. Они исповедовали Иисуса своим Господом, верили, что Он воскрес из мертвых. И при этом Он сказал, «Вам еще нужно крещение Святым Духом». Для всех, у кого есть уши, чтобы слышать, и кто не позволяет традиции возобладать, эти слова показывают на два отдельных переживания со Святым Духом. Первое – это спасение. Второе – то, что Библия называет здесь «крещением Духом Святым». Слово «крещение» для многих – просто религиозное слово, и люди не очень-то его понимают. Фактически, я слышал, и, по-моему, это правда, что в оригинале, в Библии, это греческое слово «баптиза», которое буквально означает «погружать», «окунать», «покрывать водой». Когда Библия переводилась на английский язык в 16 веке, Библия Короля Якова была непопулярна «окунать», «полностью погружать человека в воду» и только «окрапляли водой». Это расходилось с их богословием. Поэтому вместо того, чтобы перевести это слово, которое значит «окунать», «погружать», «покрывать водой», вместо того, чтобы так и сказать, что противоречило бы религиозной практике окропления при водном крещении, это слово просто транслитерировали. Они его не перевели, просто перенесли, придав ему некую английскую форму, и создали новое слово «баптайз», то есть по-английски вообще-то оно значит «крещение». Вообще это слово означает «погружать». Иисус сказал «крещением должен я креститься». Он имел в виду неводное крещение, это было после того, как его крестил Иоанн Креститель. Он говорил о крещении страдания, крещении преследования, крещении распятия. Он только говорит «есть нечто, что будет одолевать меня и покрывать меня». Есть много крещений. В Евреям 6 главе сказано, что нам нужно оставить и двинуться дальше учения о крещениях во множественном числе. Библия говорит, что «один Господь, одна вера, одно крещение». Но там говорится об одном крещении в тело Христова. Если прочитать в контексте, он говорит о теле Христовом, о том, что мы все крещены и помещены в одно и то же тело Христа. Нет баптистского тела Христа, нет методистского тела Христа, пятидесятнического тела Христа. Мы все члены одного тела, мы все крещены в одно тело, такое крещение только одно. А есть водное крещение, есть крещение в тело Христова, есть крещение Святым Духом, есть крещение страданием, крещение любви. Этим словом можно много чего описать. Это просто имеется в виду, что вас захлестнет, вы будете полностью погружены, покрыты с головою, окунетесь в силу Святого Духа через несколько дней после сего. А дальше в седьмом стихе, отвечая на вопрос учеников, когда придет царство, Иисус сказал, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, Самаре и даже до края земли». Иисус сказал, что когда придет это крещение Святым Духом, тогда вы примете силу. Там стоит слово «дюнамис», от которого произошло слово «динамит», «динамо». Вы примете силу, чудесную, чудотворную, сверхъестественную силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Да, скажу я вам, это мощная истина. И снова я говорю, что жизнь христианской жизнью, вы не способны жить христианской жизнью по человеческим способностям. Вам нужна сила свыше, вам нужен Святой Дух. И когда Дух Святой сойдет на вас, и вы заговорите на языках, и будете двигаться в других его дарах, уверяю вас, что сила будет высвобождаться. Для многих из вас я лишь точка зрения. Вы видите меня по телевизору, вы меня не знаете, но я знаю себя с тех пор, как родился. Я могу вам сказать, что я был интровертом. Одна мысль о том, чтобы стоять перед аудиторией, а уж тем более вещать на телевидении, меня парализовала бы. Я не мог бы этого делать. Я знаю, некоторые из вас не понимают, что я говорю, потому что вы не знаете, каким я был. Вы думаете, похоже, у него все получается без усилий. Бог изменил меня, когда я принял крещение Святым Духом. Моя жизнь тут же изменилась. Я тут же начал выходить перед аудиторией. Я шел на улицу, свидетельствовал. Раньше я вообще не мог этого сделать. Я хочу сказать, что крещение Святым Духом дало мне силу, которой у меня не было. Вы никогда бы не увидели меня на телевидении, если бы не крещение Святым Духом. У вас может быть своя доктрина, вы можете оставаться при ней, если хотите, но я говорю вам, что изменило мою жизнь. Дух Святой, я получил силу. Не только силу преодолевать свои страхи, личностные расстройства и все такое. Но это сверхъестественная сила. Она проистекала через меня, и я видел, как слепые начинают видеть, глухие слышать, мертвые воскресают. Я видел чудеса. Я называл имя человека прежде, чем он открывал рот, и я говорил ему, вас зовут Акта. Я никогда этого человека раньше не видел. Это было слово знания. Я знаю, сказанное расходится с некоторыми учениями, кто-то скажет, что это от дьявола, но все, что я говорю, есть в Библии. А для тех из вас, кто говорит, ну, это все прошло, сегодня этого не происходит, я прошу и молюсь, либо приобретите материал, который я предлагаю вам, либо продолжайте слушать мою программу. Я покажу вам, что все эти вещи не прошли, они работают и действуют сегодня. Если вы верите Библии, вы согласитесь с тем, что я говорю. Если вы предпочитаете верить своим религиозным доктринам, я не смогу вас переубедить. Но если вы заявляете, что верите Библии, я покажу вам в Слове Божьем, что это все реально. Кроме того, я перевожу свое личное свидетельство, что это изменило меня, преобразило меня. Я общаюсь со множеством людей. Многие из вас замечательные люди, вырождены свыше. У вас есть свой опыт хождения с Господом, вы любите Бога, но в вашей жизни нет силы. Вы постоянно упрашиваете, умоляете Бога сделать что-нибудь, и вам кажется, что мир жестоко обошелся с вами. Но вы видите, что Библия обещает вам победу, что вы можете все, все могу во Христе, но в жизни вы этого не испытываете. Вы разочаровываетесь, стараетесь держаться за свою веру и говорите, да, я верю в это, но в вашей жизни нет никакого проявления этой силы, ее нет у вас. Причина в том, что вы не верите и не приняли крещение Святым Духом. Вас учили против этого. Вы смотрите на меня критически и думаете, нет, сомневаюсь, что все это правда. Но я уверяю вас, я имею силу в своей жизни. Я несовершенный, я не являюсь лучшим примером, но гарантирую, что я не такой, каким был. Может, я еще и не доехал, но я уже отъехал. Я знаю, что крещение Духом Святым реально, оно изменило меня и дало мне не просто какое-то эмоциональное переживание, но сделало меня влюбленным в Иисуса. Я полюбил Иисуса в миллион раз сильнее, чем раньше, до того, как принял крещение Святым Духом. И это все совпадает с тем, что сказал Иисус вечер перед своим распятием, когда Он сказал, что Дух Святой сойдет на вас, и Он будет свидетельствовать обо мне, возьмет от меня и возвестит вам. Он откроет вам меня. Именно это и произошло со мной. Я обрел взаимоотношения с Иисусом, которых у меня не было раньше. Римлянам 5, по-моему, в 5 стихе, там говорится, надежда не постыжает, потому что любовь Божия излила сердца наши Духом Святым, данным нам. Вы слышите о многих, которые не верят в крещение Святым Духом, но цитируют этот стих и говорят, что Святой Дух производит что-то. Он до определенной степени движется в жизни христиан, которые не крещены Святым Духом. Но если взять этот стих в контексте, он говорит о человеке, который принял крещение Святым Духом, который говорит на языках, который действует в дарах Духа Святого, вот тогда вы действительно видите, как любовь Божия изливается в ваше сердце. Многие из вас любят Бога, но у вас нет той степени глубины любви, которой вы желали бы. У вас нет проявления Божьей силы. Я вам скажу, почему. Вероятно, от того, что вы не придавали значения или вас учили против крещения Святым Духом. Но на этой неделе я учу о крещении Духом Святым. Места Писания, которые я зачитывал, Иоанна 20 глава, Деяние 1 глава, показывает, что есть два раздельных переживания. Рождение свыше и крещение Святым Духом. И эти два стиха еще далеко не все. То же самое вы увидите во многих местах Библии. Деяние 8 глава, где происходит мощное пробуждение. Петр и Филипп ввели людей в пробуждение. Они рождались свыше и крестились водой. Но потом пришли ученики из Иерусалима и помолились, чтобы они приняли Духа Святого. Они были рождены свыше, крещены водой, но они не принимали Духа Святого. А когда те помолились за них, они приняли Святого Духа и стали говорить на языках. Это было отдельное событие переживания. Вы видите то же самое в Деяниях 10 главе, то же самое в Деяниях 18 главе. И так далее, и так далее. По всей книге Деяний, которая излагает историю Церкви Первого века, крещение Святым Духом и Спасение принимается отдельно. Опять же, не обязательно должны пройти дни, месяцы или годы между этими двумя событиями, но это отдельные события. И это не то, чему сегодня учат религия большинство людей. Поэтому большинство слухом не слыхали и ведать не ведали, что есть крещение Духом Святым. Поэтому они не имеют этой силы, которую сказал Иисус, что даст им, когда примем Святого Духа. Поэтому я делюсь с вами этой истиной. Эта истина изменила меня, и если вы примете ее, она изменит вашу жизнь. Позвольте мне упомянуть, что у нас есть книга, которая называется «Твою новую я, Дух Святой». Там говорится об истинном спасении и говорится о крещении Святым Духом. Там более детально все это описывается, более детально, чем я сказал вам сегодня на этой программе. Поэтому рекомендую вам приобрести эту книгу в обмен на пожертвование. Но если вы сегодня еще не принимали крещение Духом Святым, вы можете позвонить в наш офис, и наши молитвенные служители помолятся вместе с вами. Вы сможете принять эту силу, муйте молиться языками. Мы вышли вам эту книгу в подарок, чтобы подтвердить вам эти истины и помочь вам в них утвердиться. Она будет благословением для вас. Послушайте объявление, звоните и пишите сегодня, присоединяйтесь ко мне завтра. Мы будем вместе изучать истину Евангелия. Крещение Святым Духом Вы хотите изменить себя и свою жизнь, но снова и снова терпите неудачу? Возможно ли вообще измениться к лучшему и сохранить эти изменения? Узнайте способ гарантированных перемен для себя и своей жизни. В книге Эндрю Вомака «Изменения без усилий» Эндрю раскрывает секреты, которые помогут вам освободиться от ненужного бремени и войти в полноту Божьих благословений и призваний. Для того, чтобы получить книгу Эндрю Вомака «Изменения без усилий», свяжитесь с нашими представителями. Контактная информация на экране. Вы много молитесь, читаете Библию, но в вашей жизни ничего не меняется? Книга Эндрю Вомака под названием «У вас уже все есть» – книга хороших новостей. Божий ответ на ваши молитвы не зависит от ваших дел и поступков. Он зависит от поступка, который уже совершил Иисус, когда отправился на крест. Прочитав эту книгу, вы получите знания, которые помогут вам изменить свою жизнь к лучшему. Наше зачастую неверное понимание христианства и формальный подход к вопросам веры мешают нам увидеть истинную природу и натуру Бога, который не желает ничего другого, кроме близкой дружбы с нами. Каков характер Бога? Какой Он – добрый или злой? Почему Он такой разный в Ветхом и Новом Завете? Отвечает ли Бог на наши молитвы? Любит ли Он нас по-настоящему? Вам наверняка знакомы эти вопросы. Вы либо задавались ими сами, либо слышали их от других. В книге Эндрю Вомака «Истинная натура Бога» Эндрю дает ясные ответы на эти и множество других вопросов. Чтобы заказать эту книгу, свяжитесь с нашими представителями. Контактная информация на экране. Чтобы заказать книги и диски с учением Эндрю Вомака, вы можете позвонить нам по следующим телефонам. 8-921-993-7009 8-921-993-7009 Или по телефону 8-812-371-6104 Также заказать книги, CD или DVD-диски с учениями Эндрю Вомака вы можете на нашем сайте CBTCRusha.ru CBTCRusha.ru Зайдите в раздел «Книги и DVD», выберите нужную вам книгу или диск и сделайте заказ. Вы также можете сделать заказ, написав нам на один из указанных ниже электронных адресов инфа-собака-cbtc-rusha.ru или awm-rusha-sobaka-gmail.com Вы также можете написать нам на почтовый адрес, который видите на экране. Смотрите в следующей передаче «Истинные Евангелия». Это удивительное, потрясающее утверждение. Здесь он пророчествовал, что с приходом Нового Завета Мессия Иисус будет крестить нас Духом Святым и Огнем. И в Библии очень много, очень много стихов, которые говорят об этом. На самом деле, христианская церковь не отрицает крещение Святым Духом, но некоторые говорят, что все это пришло вместе со спасением, что нет такого отдельного переживания, и даже отвергают дары Святого Духа, говорение на языках, веру, исцеление, развлечение духов и другие, перечисленные в 12 главе 1 Коринфянам. А там как раз говорится, что все они предназначены для нас сегодня. Но даже противники вынуждены признать, что есть крещение Святым Духом, потому что Библия очень много о нем говорит, но они учат, и уже приняло его, когда родился свыше. Однако Писание учит по-другому. Я приводил примеры из Иоанна 20 главы, Деяния 1 главы, 8, 10, 11 главы, 19 главы и другие места. Множество примеров стихов Писания показывают, что это переживание отличается от рождения свыше. Мой собственный опыт свидетельствует о том же. Не пропустите передачу Истинной Евангелия завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok